Добрый день! Сегодня буду изготавливать ювелирный инструмент. При этом наш инструмент будет обладать очень интересной, можно сказать уникальной для такого рода инструментов, особенностью. Для начала понадобится небольшой отрезок стального квадрата. Размеры 12х12. Конечно же размеры могут быть и другими. Здесь все зависит от фантазии и технических задач предъявляемых к инструменту. Под определенным углом отпиливаю часть заготовки. Для того, чтобы ножовочное полотно было полегче, время от времени смазываю вместо реза машинным маслом. Проверено, с маслом ножовочное полотно живет гораздо дольше. Точнее, дольше живет его режущая часть. Сверлю отверстия. Сверление осуществляю ступеньчато. Так получается точнее, да и риск сломать сверло заготовки и обречь себя на муки по его выковыриванию минимизируется. Некоторые сверла, как это бывает зачастую, приходится подтачивать в самом процессе работы. Выручает меня электроточинка. Устройство не очень дорогое, но архи необходимое в хозяйстве. Основное преимущество возможной заточки сверл самого различного диаметра. При этом сама заточка происходит практически без участия оператора. В общем, рекомендую. На всякий случай ссылка в описании. Из капролона вытачиваю деталь диаметром 17 мм с выступом 8 мм. Необходимо признать, капролон очень классный материал. Единственное, что мне не очень нравится, так это его значительный нагрев в процессе токарной обработки. Однако, если приноровиться, сильного нагрева, а следовательно и каких-либо артефактов на поверхности обрабатываемой детали, можно избежать. Запрессовываю капролоновый ударник. Для придания большей крепости использую эпоксидный клей. Переворачиваю, для того, чтобы эпоксидка проникла во все микроцарапины и образовала монолитный слой. В то время, пока набирает прочность эпоксидная смола, вытачиваю стальную гайку. Гайка имеет внешний диаметр 10 мм и внутреннее отверстие с резьбой М6. Для того, чтобы простить себе задачу, я задействовал отрезок шпильки М10. Накусываю некоторое количество частиц оловяно-свинцового припоя. Припой не содержит внутри канифули. Разумеется, припой с канифолью я бы зажал, надо признать. Ну, и не использовал бы его, естественно. Вместо припоя, следует отметить, можно использовать шарики от подшипников, шляпки гвоздей и прочий аналогичный металлолом. Через высокотехнологическое отверстие в рукояти заполняю шматочками припоя корпус. Заполнение примерно процентов на 80. Полностью заполнять ударную часть не стоит. Закручиваю болт М6. Для большей крепости и исключения вероятности самооткручивания, на конец резьбы наношу небольшое количество эпоксидной смолы. Изготавливаю рукоять. Рукоять будет наборной. Предварительно подготовил несколько черных и соответствующее количество белых пластиковых заготовок. В качестве клея использую дихлоретан. Опасно, можно отравиться. Будьте осторожны и работайте в очень хорошо проветриваемом помещении. Прижим для плотного прилегания пластин осуществляется посредством болта с гайкой-барашком. Обтачиваю до круглой формы. Пластик точится просто превосходно. Но сам процесс крайне неудобен. Пластиковая стружка очень быстро навевается на обрабатываемую заготовку и резец. Образовывается клубок, который разбрасывает пластик по всей комнате, по всему помещению. На дочил вот такое количество седых волос. Из разряда перекрести и в расход пусти. Нет, я еще лучше. Я продам цыганям. Они все покупают. У нас тут копейка синяя ездит. Покупают все. Орехи, радиодетали, часы с позолотой ордена. Ну, покупают все подряд. Скажу волосы и продам за 7000 гривен. Все. Решено. Куплю патрон для станка. Точняк. Кроме упомянутого, вытачиваю два деревянных составляющих элемента ручки. Диаметр аналогичен диаметру пластиковой детали. Из конструктивных особенностей только нарезка внутренней резьбы М6. Произвожу сборку. Ну, собственно говоря, вся сборка заключается в установке ручки. Кстати, стальную гайку я уже закрутил. Опять же, для надежности использую эпоксидную смолу. Для более праздничного вида покрываю дерево морилкой. Оттеняю наждачной бумагой и покрываю лаком. Вообще, надо признать, в последнее время лак я не очень люблю. Покрытие мне в последнее время опять же не нравится. Но в данном случае лак необходим, поскольку будет защищать дерево от загрязнений и повреждений. Вот такой чудо-инструмент получился. Очень даже неплохой. Я уже, естественно, тестировал его. Однако, никаких сверхсвойств я не обнаружил. Вот что интересно. Судя по всему, из-за того, что молоточек маленький и все равно больших размахов нет. Интересно будет попробовать как-нибудь сделать молоток больших размеров. И затестить эту идею там. Ну, то есть, идею с внедрением, так сказать, грузовой начинки. Грузика. Обязательно она будет попробовать. К слову, данную идею такого молотка, ну, то есть, опять же, с грузиком, я посмотрел в одном радиотехническом журнале. Давно-давно. И вот мне интересно было попробовать. Там были описаны различные хитрости и различные патенты. Именно патент это и есть. Кстати, откуда вы думаете, берутся хитрости суперстарых мега-мастеров, которым весь YouTube засран? Именно оттуда журналов черпают и потом вам показывают. Пишите свое мнение в комментариях. Обязательно будем общаться. Жмруку. Но посрам, как всегда, пока.